Вообще вот реально я сегодня тоже себе задавала вопрос, что мне дал Эмирата и новая наша технология. Сразу скажу, у нас реально, Лена, вы правильно говорите, мы всегда честно ведем разговор, поэтому ничего не буду вытаивать насчет маркетинга, ну, насчет денег я пока, у меня таких больших каких-то результатов нет, потому что я уже, получается, заканчиваю вникать, заканчиваю вникать, и вот уже со следующей недели все, то уже я прям плотно возьмусь за приглашение, за активные вот эти раздачи подарков. Не то, что просто раздавать подарки, а вообще прям реально качественно работать. Женя в прошлый раз в Зуме очень классно нам показала систему. За эти дни знакомства с новой технологией Эмирата у меня реально произошли изменения внутри себя, что повлияло на внешние факторы, внешние отношения с семьей, с мамой, с родными, с близкими. Уже появляются разные ситуации в жизни. Я уже слежу за собой определенные из моей реакции. Раньше, как я реагировала как-то нервозно, или какие-то вот эмоции, можно сказать, низковибрационные эмоции. Я это показывала. Сейчас уже нет. Сейчас уже за эту неделю еще мы плотно работаем с Галиной Ивановной. Бизнес-практикум очень сильно дает результаты. Делаю все задания. Я не пересматриваю обязательно все Зумы по два раза. Это уже обязательно. Поэтому каждый раз спешу открыть телефон. После того, как просыпаюсь, например, сразу спешу открыть телефон. Что там, кто написал в новом чате, какая у нас новая движуха, у кого какие новые инсайты, у кого какие-то новости. От Елены какой-то очередной, если инсайт пришел, обязательно переслушиваю два раза. Я вникаю, и у меня идет поток инсайтов. В общем, такое ощущение, как будто реально Иннарата помогает вернуться самой к себе. Я заново с собой познакомлюсь, заново как будто родилась. И я уже точно знаю одно, Елена, я сегодня даже тебе сказала, до Иннарата, до JLT System, что скрывать, нужно говорить правду, было несколько проектов в сфере MLM, просто какие-то там определенные работы. Не было никакого результата, бросала и уходила, а потом все, заново возвращаешься на круги своя, либо что-то новое пробуешь. Теперь я сегодня прям однозначно, прям тысячу процентов поняла, что все, теперь это действительно Иннарата будет для меня новым образом жизни. Это уже мой стиль жизни. Я вот после Иннарата, даже вот иногда бывает, может быть, это все взять и бросить, и иногда уже думаю, а что будет, если, например, человек остановит? Нет, я уже дальше туда, уже не хочу, все, только теперь дальше с Иннарата. Поэтому реально вот опять не перестаю говорить, что такого на самом деле нигде нету, и я еще раз пользуюсь моментом, благодарю за то, что вы реально вот это все собрали, и это уникальная авторская технология. Я теперь только вот, Елена, где вы, где Женя Роч, где Галина Ивановна, там я, все. Благодарю за такое доверие, классно как, благодарю, Жанна Рокуль. Ты у нас прям пятерочница, смотри, ну смотри, два пятерочницы, чтобы ты у нас была и финансовый поток, а тоже пятерочница, потому что финансы, это вообще на самом деле продолжение нашего эмоционального состояния. Давайте уже будем говорить нашим языком, и все наши партнеры, которые ознакомятся с нашей системой технологии, Нарата, с нашей новой информацией, вы к этому привыкнете, мы по-другому разговаривать не будем. Если вам нужны другие фразеологизмы, идите в другие там команды, где тоже по развитию личности разные программы существуют, но мы сегодня пропагандируем развитие навыка чувства знания, это очень важно. Сегодня мы всем отличаемся на рынке, мы сегодня очень сильно отличаемся на рынке. Я счастлива, что я сама этой системой расшифровываю свою жизнь каждый день, это удивительное событие происходит. Мы теперь понимаем, как эту реальность реально управлять через свои состояния. Давайте вместе признаемся честно, какую бы вам компанию не предложили в этой жизни, любой бизнес, даже на земле, вы не способны заниматься бизнесом, если у вас фиговое состояние, и вы не понимаете, что с вами творится. Понимаете? Даже если будет на миллион долларов контракт, но если вы вообще сами не в себе и сами с собой не дружите, этот контракт вам только одни убытки принесет. Поверьте мне, даже если вы обрадуетесь, такие, вау, все круто, я сейчас буду богатым, буквально вспышка спички, все, вы вспышка спички почувствуете буквально на один-два дня, потом сдохните, вы не выведите ту историю на миллион долларов, даже если будет контракт на миллион долларов. Понимаете, о чем я говорю? То есть, соответствие здесь очень крутое на эмоциональном фоне. Если мы сегодня в эмоциях, в состояниях своих соответствуем этим миллионам долларов, и нам комфортно с этими суммами работать, жизнь и двигаться вперед, то, соответственно, все ваши, ваша реальность догонит. Мне очень нравится, когда Женя расшифровывает на нейросессиях, и очень часто на встречах прямых, когда она проводит прямые эфиры, я однажды на нее запала, поэтому я много разных видел, всяких мастеров, но когда я поняла, что здесь пахнет чем-то чистым, свежим, новым, я поняла, что это все, это вот то, что я очень долго искала. Почему? Объясню. Сейчас вам дам то же слово, но очень сейчас я штуку важную произнесу. Вот смотрите, проблемы сегодня у людей копятся. Они копились и у меня. Я такой же человек, как и все. Проблемы копятся, но они не решаются, заметьте. Просто копятся, они складываются в большой мешок. Знаете, как вот мусор складывается, 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 потом не знаешь, куда деть, и машину приходится звать, чтобы даже на улице не помещается этот мусор. Ну, грубо говоря, да, вот прям метафоризм. А теперь представьте себе, что это копится, все копится, ничего не решается. И до такого пика у людей доходит жизнь, что они просто находятся в состоянии депрессии. И когда они приходят к психотерапевту со своими проблемами, и когда они понимают, что психотерапевт сам на антидепрессантах находится, ребята, это тупик. Давайте признаемся честно, это тупик. Сегодня звезды, сегодня звезды в интервью признаются, что они, посещая психотерапевтов, выясняют, что они сидят, их еле выслушивают, и их нервная система не справляется с ихними какими-то там вопросами, запросами, которые они вообще не способны решить уже. Понимаете? И знаете почему? Я объясню почему. Потому что люди не привыкли жить по своей правде. Потому что они не привыкли говорить о своих чувствах. Согласны со мной? Это очень крутая тема, друзья. Если мы сегодня нашим большим коллективным сознанием способны будем это осознать в первую очередь и начать двигаться из своих старых нейронных программ, старых привычек, старых убеждений, которые просто застряли в пространстве, вам не дают вперед пройти, тогда у нас есть большой шанс создать настоящую империю. И мы понимаем сегодня, что делаем. Наша команда вся понимает, что делает. Абсолютно. И мы понимаем, что путь он будет не такой легкий, как, допустим, там по щелчку в любой пирамиде. Давай заходи, 5 рублей, тебе 15 будет через 2 часа. Понимаешь? Мы согласны, мы участвовали в таких мероприятиях, скажем, онлайн. Много денег заработано, много и потеряно. Мы знаем, как работают системы финансовые, но в этом всем хозяйстве, если, слава Богу, есть чистая дорога, прозрачная, классная, она будет... Знаете, есть такая фишка? Сначала как будто тяжело, саночки как будто в горочку нести саночки тяжело, а как с них легко катиться, друзья? Вот давайте вспомним детство. Как с них легко катиться? И далеко можно катиться, если еще, знаешь, приспособление, как правильно сесть, понимаешь? Вот на эти санки. Поэтому, если мы сейчас с вами осознаем, что буквально в смысле... Вот Жанаргуль пример отличный. Знаете, для чего? Что она показывает, что я наполнилась, а потом я иду в работу. Мы сегодня даем ресурс для наполнения. И инората, именно инората звучит в своей расшифровке, как наполнение информации, энергии собой. Понимаете? Собой. И помните мой инсайт, который сегодня был с утра, про планеты, про как они вращаются вокруг своей оси? Сколько сегодня мне людей в личку написало, что они получили собственные инсайты, как продолжение этого инсайта. Что оказывается, и мы, как планеты, крутимся вокруг своей оси, только свою ось никто еще не определил, где она находится. Вот это у нас называется синхронизация. В нашей компании с желтурсистом есть такой целый модуль, третий модуль, где про синхронизацию прям мощный идет контент. Если вы его разберете по полочкам, а в сопровождении получите еще хорошее подмечание, замечание, и какие-то формы обратной связи, диалога, интерактива, то у вас, поверьте мне, у вас эта часть уже будет новая в вашей жизни, нейронная связь. Вы узнаете, где ваша ось, как возле нее крутиться, в какую сторону. А дальше мы с вами вопросы, четвертый там модуль и так далее, пошли. Это вообще другие разговоры. Зумы будут специфическими, они будут очень крутыми. И поверьте мне, эти зумы, они будут, сначала мы на таких энергиях разговариваем, буквально там у нас 5-6 человек, да, мы это просто, мы там вообще просто взрываемся от возможностей эмоций, мы понимаем, что коллективное сознание, оно должно быть здесь, где сейчас мы. Но чтобы вы там были, нам нужно вас сегодня перетащить как бы сюда, вот в это поле шикарное. Возможности колоссальные. Поэтому, я опять говорить могу часами, разговорилась, называется, давно не была по связи с вами. Вот, и поэтому сегодня, так как у нас пати субботние, у нас уже 34 человека, замечательно, люди нашли время, пригласили своих новичков, я счастлива, рада видеть каждого из старичков, любимых, любимые лица, очень люблю, благодарю, что вы с нами, и будем знакомиться еще с командами. Ну, смотрите, давайте начнем с того, нашу сегодня вечеринку, такую, скажем, эмоциональную, информационную, с полезностью и с вашей тоже эмоцией. Вот, как говорится, наша Женя, как диагноз, она все сидит, смотрит, она анализирует, она физиогномист еще, она все, кто сегодня с камерой, буквально, в смысле слова, тоже будет считывание информации, это на самом деле уникальная технология, которая и вам тоже передастся в опыте, в наших модулях, обучения, встречах, интерактивах, играх разных. Вас ждет много сюрпризов, но хотим сейчас услышать вас. Почему? Потому что, так как пати субботни, вы должны сегодня высказаться, потому что можно говорить, смотрите, мы не привыкли говорить о своих чувствах, о какой-то правде, но давайте такое сделаем правило, такую традицию, чтобы на субботних пати мы смогли говорить то, что сегодня действительно происходит, не лицемерить друг другу, что, ой, какие вы крутые, Лена такая крутая, вот там прям все классно, и Женя такая замечательная, и Галя такая такая. Давайте, смотрите, не поливать, как бы, да, вот прям совсем грязью, да, а вот какие-то есть моменты, не в претензии, учиться не претензии составлять, а учиться говорить, что я сейчас ощущаю. Не какая ты, а как я ощущаю, и что я здесь не понимаю, окей? Вот эту традицию мы сегодня внедряем с сегодняшнего нашего пати. И ваше слово сегодня за кем? Давайте мы вас посмотрим, послушаем. Кто у нас сегодня со своей природой, вот кто может раскрыться и сказать, может быть, какое-то свое впечатление, которое сложилось здесь, непонимание какое-то. Все можно, друзья. У нас, с нами можно все. Мы внимательно все смотрим, нам очень важно сегодня вывести нашу историю прямо на такую чистую воду, где будет всем комфортно, прозрачно и очень хорошо. Не привыкли, правда? Правда непривычно, когда так говорят? А вам можно все. Я вас хорошо понимаю. Ольга, Лусинка, А, кто? Я чуть попозже можно скажу, просто я сейчас в машине еду, мне совсем неудобно. Я обязательно скажу. Хорошо. Саша, Саша Соболев, у нас как завсегда ты мужчина, так радостно, что он всегда нас посещает. Человек, который развивается не на шутку. Саш, давай тебе слово. Плохая связь какая, вот это слово. Давайте тогда, у меня связь плохая, тогда давайте я пропущу. Сейчас ты говоришь хорошо. Вот ты говори громко, тогда будет все хорошо. Говори. Так, плохо, 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 плохо. Давай потом. Потом, давай потом. Давай, дорогой, потом. Связь появится классная. Обязательно дашь себе возможность вообще все высказать, как говорится. А мы послушаем. А у кого есть желание поговорить, пообщаться? Смотрите, ребят, вот классная тренинговая штука, вот субботняя пати, когда мы друг друга не знаем. Давайте, смотрите, такой мини-тренинг, да? Когда сегодня мы находимся в онлайне, мы друг друга чаще как бы не видим, да? Кого-то видим, кого-то нет. Вам как раз есть возможность, шанс проявить себя, какой вы есть. Не заботясь о том, что о вас подумают. Давайте такое зададим правило, традицию, что мы не будем здесь думать о друг друге плохо. Будем принимать друг друга, какие есть, без претензий. Ребята, это главный, самый крутой навык. Если этот навык вы приобретете в нашей практике общения, тогда у вас с вашей же сообщения, как говорится, которые вы будете потенциальным кандидатом выдавать, они у вас будут уже комфортные, вы уже будете себя чувствовать, свою ось вы будете чувствовать. Не заботитесь о том, кто о вас подумает чего. Давайте сейчас об этом просто будем практиковать. Мы друг друга сегодня не все знаем хорошо. Я вот знаю там 5-6 лиц лично, а других людей я ни разу не видела, правда? Но мне комфортно, потому что я сама в себе, учимся быть сами в себе, понятно? Можно я скажу? Да, Светлана, привет, говори. Добрый вечер. Да, я ни разу еще не выступала, всех приветствую. Молодец, поздравляю тебя. Всем доброго вечера. Немножко о себе расскажу, я из Костромы, пришла я, узнала о компании Jaltoor System в декабре 2019 года через Светлану Светланову, и до этого, я сразу скажу, работала в некоторых компаниях сетевых, ну таких непродуктовых, тоже инфопродукты были, ну, в общем, что-то там у меня не очень получалось, и в конце концов я ушла на работу самостоятельно, вот, интернет-маркетологом по Ютьюбу. Но внутренний поиск у меня продолжался, и сейчас вот все прямо мне созвучно, ну, совершенно просто вот все, то, что я давно искала, на самом деле, это просто я сижу и не успеваю тоже ловить инсайты, и все это, как бы, у меня все это прямо сразу в голове. Ой. Видно, 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 все хорошо, видно. Ага, все это у меня отличилось. Ну, моментально все это проясняется. Вот, значит, и у меня тоже такая была раньше, и сейчас я нашла, сейчас я нашла как раз ответ на мой вопрос, я все время думала, почему же я вот такая тоже, вроде все есть, знания есть, все есть, а почему же у меня, деньги от меня все время убегают, у меня проблемы постоянно, я теряла, то у меня там обманут, то еще чего-нибудь, то еще чего-нибудь, я никак не могла понять, ну, в чем же проблема. И потом, конечно, я начала потихонечку разбираться, что проблема-то во мне, во мне, во мне, во мне. И сейчас, конечно, эти техники все, ну, я просто, и вы представляете, как только я зашла в компанию, да, я поняла вообще, я сразу сказала, это мое, я хочу этим заниматься, еще, да, в 19-м году, я в таком расслабленном состоянии, мне все просто нравится, все такая, вообще, на таких вот хороших эмоциях, и через там два месяца, три, на меня вышел человек, как бы, да, тоже заинтересованный, и сейчас у меня такая команда создается, у меня ни разу не было вот таких командах, в таких компаниях, да, вот, связанных с MLM, там, с созданием команд, не было такого опыта, а здесь прямо, я такая думаю, ничего себе, вот оно, где я все-таки, вот оно, то, что я, может быть, давно-давно искала, просто в себе как-то боялась, я как-то зажималась, я думаю, да ну, это не мое, у меня не получится, как-то это буду так, потихонечку, тихо, а теперь мне прямо хочется, хочется проявить тебя, да? Да, 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 хочется стать звездой, это естественно желание, не бойтесь желания своих, это естественно, стать звездой, это значит быть в себе, узнать себя через других людей, это нормально, да, благодарю вас, благодарю Елену, Галину, Женеру, сейчас очень-очень прямо помогаете, и Светлану Светланову, конечно, мы с ней сейчас иногда ее тоже встречаемся, но что-то редко получается, мы будем чаще, все, такая команда у нас развивается, и прямо вот все супер, мне все нравится. Вот тебе комфортно сейчас было выступать на аудитории, которых ты не знаешь? Да, вы знаете, раньше бы я вообще бы там, трех слов бы не связала, сейчас я, в принципе, я уже видео начала как-то больше, как-то уже не стесняясь, и все у меня потихонечку, потихонечку раскрывается, да, потенциал вот этот, что мне очень нравится. Как нам нравится. Поставьте лайки, кому нравится, когда люди так выступают с легкостью. Ребята, наша задача, чтобы вы все с легкостью жили и транслировали все, что у вас внутри, а если это будет внутри высокая вибрация, то вы уже потенциально богатый человек во всех сферах, понимаете, о чем речь? Классно. Светик, я тебя поздравляю со своим первым выходом, надеюсь, что это будет, знаешь, такой наркотик, хороший, хороший наркотик, чтобы каждый раз было такое, знаешь, желание адреналина испытать, вау, классно, очутить себя такой. На сцене, ребята, это лечит, на самом деле, это лечит свое некую такую потенциал, вытаскивает его оттуда, и через адреналин ты начинаешь чувствовать, а вот я такая, а я такую себя еще не знаю, да? Да, 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 вот, новенькая, интересная, да, жизнь только начинается. Благодарю тебя, дорогая, я сейчас вижу Лену Зорину, Череповец, это мой клиент, вообще, пять лет назад я ее стригла, красила, да, Леночка, помнишь, я тебя сто лет не видела, привет. Громче говори, громче, громче, звук включи, сейчас подожди, я включу звук, подожди, подожди, это у меня, так, попросить включить, ага, включай звук, я тебе разрешила, ага, говори, опять не слышно, Лену, почему-то звук нету, а все слышно, или я одна не слышу, а тебя не слышно, Лену, так, следующая, твоя, твой шанс будет на следующий раз, окей? Я тебя рада, правда, правда, видишь, рада, что ты к нам зашла и продолжаешь с нами путь, супер, благодарю тебя. Так, кто следующий у нас есть, как бы, да, в передаче своих потенциальных желаний высказаться? Танечка, Да, Танечка, привет, дорогая. Добрый вечер всем. У меня вообще прям переполняют эмоции, вы, наверное, видите в чатах, да, что у меня прям за инсайтом, они реально прям вот, ну, прям выплескиваются. Да. Вот, я прям записываю целый день в тетрадь, и вот, вы знаете, вот, это действительно вот компания первая, вот у меня же не одна компания до этого была, да, с 2003 года несколько компаний, одна наземная компания была, потом были еще компании в интернете, и сейчас даже есть параллельная, то есть у нас же не запрещается параллельно иметь, но я там не могу быть самой собой, вот меня что это вот всех больше здесь нравится, что я могу здесь быть честной, откровенной и быть самой собой. Вот я сегодня эту благодарность высказывала, да, что благодарю вас, вот Елена, Галина, Женя, что вы создаете такую атмосферу, в которой вот именно человек проявляет себя таким, какой он есть, не нужно вот эти маски одевать, вот это что-то из себя корчить, добился ты чего-то, ты не добился успешен, ты не успешен, то есть мы все вот как одна семья, вот за это вам большая-большая благодарность, прям отдельно, Елена, за канал Инфотора, это вообще шедевр, это вообще, я прям, у меня мурашки такие, прям вот, я прям переслушиваю по несколько раз, у меня такие свои рождаются, там какие-то мысли, я начинаю это все быстренько писать, писать, там у меня этот сторис вообще в Инстаграм, он просто там зашкаливает уже, там люди не успевают даже, наверное, смотреть, когда я выкладываю, я целыми днями там сторис выкладываю, вот, и в Facebook тоже, и в ВКонтакте, и прямо сейчас говорю даже, у меня прям вот мурашки, вот настолько, вот важно все-таки любить свой продукт, я поняла, вот если ты любишь свой продукт, то ты готов говорить о нем с утра до вечера, то есть ты готов передавать это людям, но если ты, как бы вот, жмешь, вот какие-то сомнения, вот чего-то, вот и не получается поэтому, не получается в бизнесе, когда где-то есть нечестность, где-то ты вот приукрашиваешь что-то, вот, вот это вот дает, и вот здесь мне прям нравится, что я здесь, не надо ничего приукрашивать, все как есть, по-честному, это мое вот внутреннее такое желание было, и оно вот этот запрос, он исполнился, благодаря Джиэль, благодарю всех, всех, и всех партнеров, вообще, вот, ну, действительно, семья, вот, нигде такого не испутывала. Да, если честно, я тоже нигде такого не испытывала, вот прямо честно говорю. А смотрите, как интересно, сейчас Женя может продолжить эту тему, у него очень шикарно, здесь очень много информации, надо из нее выжимать, пока есть время, возможность, как говорится, да, для всех и бесплатно. Смотрите, вот все, что сейчас происходит, знаете, что происходит? Мы сейчас сами наполняем это пространство, и из него потом будем черпать энергию. Вы понимаете, что происходит? Мы сейчас сами создаем этот эгрегор, мы понимаем, как сегодня создается и реальность, и какие сегодня происходят алгоритмы в каком-то успешном деле, да, мы прекрасно понимаем, из чего состоит. И вот это сегодня самое главное, на самом начале, мы сейчас наполняем себя, наполняем пространство, наполняем друг друга, а потом, вы знаете, будете на кого похожи? На ракеты. Там все, это будет эффект ракеты. Там будет все на раз-два, раз-два. Даже задумываться не будете, вас будут спрашивают, что такое наряд-то, а вы дрррр, а что такое это, а вы дрррр, вам будет все понятно. Вот Жень, вот расскажи про эту интересную фишку, которая сегодня происходит на уровне энергии. Знаешь, ты как вот энерго, такой диагност, вот расскажи прям мощно, чтобы люди услышали, увидели, это прям сюжет, этой песни, этой истории новые, Да, добрый вечер всем. Я вас всех поздравляю с очередной неделей. Она плотная такая, мы так уплотнились. Смотрите, первая неделя была как-то, что, куда, зачем, слова, вообще от чего-то, что это за эмоции. Такое было сопротивление. Классная тема. Классная тема сопротивления. Ну, потому что встреча с самим собой, когда не готов себя увидеть в зеркале. Какая история? Мы же все время в зеркале, мы не всегда себе в зеркале нравимся. А когда спазм, спазм, все не так, все не так, все не так, все не так. И тут раз, а тебе говорят, да ты классный, да развернись, это клево. И человек растерян. Вторая неделя была такая, ну, давайте примерим, давайте примерим, да, расширимся. О, стали изучать, что-то смотреть. Какие-то инсайды пошли, обменяются, обменяются. Я просто, ну, рассказываю, как я наблюдаю, что происходит в пространстве. Все мы вместе, как это выглядит в энергообразе, скажем, такой образном. Такое расширение. И такое, знаете, по ощущениям, так, знаете, растекаться стала история. Прямо так, люди сами стали это поддерживать, что-то перекидывать друг друга. Сначала, знаете, пока в периметре. В том периметре, в котором мы сейчас, мы находимся пока в периметре наших всех партнеров. Кто-то еще присоединился еще к этому периметру. Чуть-чуть такое, знаете, такое заливание нового свежих ручеков в виде новых партнеров. Чуть-чуть только присоединение произошло, да. И третья неделя. Ба-бам! Такое уплотнение. Как пошло, как стали мы уплотняться. Нам теперь нужно уплотниться вот в низких водах, в глубоких, в таком, чтобы течение мощное сейчас было, такое трассное, емкое, клевое, такое мощнейшее, такое поддерживающее, чтобы сейчас ручейки пойдут, чтобы этим всем ручейкам, новым людям, я сейчас говорю, как новому сознанию, сознание в виде ручейка будет вливаться. Это было поддерживающее, самое главное, ключевое слово. Безопасно. Чтобы этот ручейок влился здесь и почувствовал вот эту энергию, плотность, которую мы сейчас с вами сейчас прорастаем и поддерживаем. Вот это мы так уплотняемся. С Галиной Платоновой прошли классно, кто прошел интенсив, да. Мы с вами в закрытом зуме провели, уплотнились по энергосессии. Я думаю, что все еще, наверное, отходят от тех вопросов, которым надо вот еще к ним вернуться, увидеться к себе. Канал Инфоторе — это вообще что-то, мне кажется, это такой взрыв мега космический такой, знаете, как вот еще вулкан взрывается и силу придает этому внутреннему еще внутреннему течению. И все начали чувствовать это внутреннее течение. Но самое главное, вот для меня, что я сейчас отслеживаю и что я вижу, знаете, что сейчас будет происходить? Расширение. Вас невозможно будет удержать. Все, это куда-то надо. Это будет просто, просто вас будет выталкивать, вот хотите вы того или не хотите. Это еще только начало. А сколько еще будет по сопровождению, будет сейчас уплотнено, вы даже представить себе не можете, сколько еще будет открываться для вас. В личном кабинете будет еще из каждой франшизы, потому что, правильно Лена сказала, первая франшиза — это только просто посмотреться в зеркало, просто хотя бы услышать себя, просто хотя бы понять, просто хотя бы к себе прикоснуться и увидеть, что так можно. Оказывается, можно и безопасно говорить о своих чувствах. Оказывается, можно и безопасно принимать чувства другого человека. Оказывается, можно и безопасно менять чувственную природу. Оказывается, можно и безопасно расшифровывать свою чувственную природу. Оказывается, смотрите, сейчас такая фраза классная прозвучала, я сейчас немного подсвечу вас еще уплотнем, в партнерских программах и в сетевом бизнесе, если мы говорим, мы сейчас говорим про партнерские программы, партнерская программа сегодняшнего нашего эпохального движения, это новая, это действительно партнерская история, человеческая партнерская история. Так вот, смотрите, даже что уходит, обычно, как вы в моем компаниях говорили, ну и сейчас еще говорят, что нужно влюбиться в продукт, а знаете фишка в чем здесь у нас, инораты, конечно, классно, ну это система, но вы влюбляетесь сейчас в себя, услышьте, вы влюбляетесь сейчас в себя, уникальность этой системы, слышать, чувствовать, любить, понимать, принимать себя, менять себя, вы влюбляетесь, вы прорастаете вот этим источником, вы развернулись к источнику, все, что есть, ну все соткано из источника любви, и вы начинаете этим прорастать. А когда человек наполнен любовью, он равновесен, он гармоничен, он внутренне сосредоточен, он заряжен на свои цели, он не мешает никому, он не противоречит никому, он принимает все истории, которые существуют, он уплотняется вот в этом состоянии. Именно поэтому здесь безопасно. Вот если вы еще хотите к своему экспертному мнению добавить еще какую-то историю, вот я вам просто предлагаю посмотреть, как сейчас, как нейродиагностам, присоединитесь сейчас ко мне, вы сейчас, как нейродиагносты, можете увидеть и посмотреть, что движение, если мы говорим, что это за движение системы инората. Система инората — это возможность ощутить себя полноценностью, вот, например, ценностью и полноценность наполнится. А когда человек наполнен любовью к себе и к миру, он становится интересен, он становится объемным, он становится масштабным, он наполняется, и из него начинают эти инсайты, интересные идеи, этим хочется делиться, хочется кого-то взять за руку, посидеть, просто поговорить с человеком, какую-то полезность дать. И уже подарить не просто передать, а выстроить с ним отношения, отношения выстроить. А что такое отношения? Это передача моей энергии. Отношения — это то, что я передаю, это взаимодействие энергии, это не слова, а прочитай, посмотри, а зайди, посмотри там на моду, знаете, закинули там подарочные, а там посмотри. Это не отношения. Мы говорим сейчас про партнерские отношения, мы уплотняемся сейчас, и вот прямо это уплотнение сейчас будет происходить. И следующая неделя, она еще более будет плотная, еще более конкретная, кто хотел конкретики, вот еще много, много разных конкретики, еще, еще больше уплотнимся. И это станет естественным процессом. И вы заметите, вы начнете замечать, уже, кстати, многие заметили, я смотрю по обратной связи, когда говорят, что все больше и больше стали замечать, что мне стало легко. Каждый стал говорить о себе. Мне стало легче, мне стало кайфово, мне стало свободнее. У меня, у меня, у меня. Не что я буду дальше сделать с этим бизнесом, но я думаю, что я буду с этим делать бизнес. Нету отстраненности. Все стало аккумулироваться в центр, в центр, в центр, в центр. Это такая классная штука, что какая сейчас происходит. Вот просто передать мне невозможно. Просто вам информацию. Постарайтесь это увидеть. И когда вы будете вот этим звучать наполненно, у вас и соцсети будут греметь, звенеть, вы будете наполнены, вы будете понимать, вы не будете сидеть и думать, что написать, какой пост. Но этого вообще просто не будет происходить. Это настолько в потоке, потому что все больше вы стали делиться своим состоянием. Вот то, что сейчас Лена говорит. А проговорите, скажите, как классно оказывается, как классно говорить о своей чувственной природе. А представляете, сколько людей хотели бы легко говорить о своей чувственной природе? Сколько людей не готовы, не понимают, не знают, как. А здесь такое безопасное пространство. Почему оно безопасное пространство? Потому что приветствуется ваша личная история. Потому что в вашей истории говорится, да, тебе можно все, и ты можешь все, всему говорится. Да, система Нарата — это про это. Понимаете о чем? Поэтому включите сейчас вот прямо, знаете, осознанным таким наблюдением, насладитесь этим опытом, вот этой уплотненностью. И вы увидите, как реальность начнет прямо на глазах разворачивать то, что Лена сказала, вот эти скорости ракеты — это про это. Потому что как только вы будете еще больше уплотняться в радости, в удовольствии, в осознанном удовольствии, в понимании, вы будете понимать, как пролонгировать эту радость, что сделать еще, что меня еще может порадовать жизни. У вас даже если какие-то… жизнь состоит тоже из разных трагичных моментов, разных, любых, да, но вы не будете так зависать, вы не будете в них проваливаться. Вы будете достойно с любовью проходить любое событие, которое у вас в жизни есть. И вы при этом будете всегда наполнены, всегда будете наполнены, что бы ни происходило. И у вас будет все уплотняться и уплотняться, и этих трагических моментов будет все меньше, 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 меньше. И вы будете гораздо эффективнее в каждой истории. Конечно, реальность наполняется классными событиями, интересными историями, удивительными партнерами и, главное, партнерскими отношениями, где легко говорится про деньги, про цели, про желание купить, владеть, обладать, путешествовать, обниматься, целоваться, вместе что-то придумывать, писать книги, писать музыку, все что угодно. В этом пространстве можно абсолютно будет все. И если каждый человек еще будет сориентирован, не будет ориентироваться уже, знаете, как тот, а я смогу как тот, в этом пространстве, я думаю, вы заметили, что сейчас каждый развернулся к себе и каждый хотел бы сказать, слушайте, а знаете, что у меня произошло? А не так, что, ой, как у него, я буду сидеть, нет, у меня так пока не получается. А сейчас каждый начинает впитываться, и следующая на неделе еще мощнее вас уплотнит, и вы, ну, это даже не то, что ракеты. Лена, я не знаю, что это, спутники Земли, наверное, метеориты будут. Тарелка, тарелка, тарелка. Да, 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 да. Вот что сейчас происходит в энергопространстве, чтобы вы видели, понимали, как сейчас уплотнилось сознание, и это сделали только вы. Я просто аплодирую вам стоя, я просто аплодирую вам стоя за самоотверженность, за такую честность, открытость, за такую плотность, и скажите, как это классно. Когда вы ощущаете себя свободным, легким, с любовью, с честностью, со стремлением, со своими амбициями, не с претензиями, а с желанием сказать, что, слушайте, а я вот это еще придумал, а давайте внедрим в компанию вот что. Не сказать, что, вы знаете, будет классно, если вы это сделаете в компании для нас, чтобы нам было лучше. Нет, каждый сейчас включен в партнерство, что, смотрите, а может быть вот эта идея еще будет лучше, вы на рата прозвучите, а может еще что-то, еще что-то, еще что-то. Я не буду сейчас открывать все тайны, потому что вы дальше так пойдете. Мы предполагаем, что будет дальше. Вся модульная программа, смотрите, в системе выстроена, франшизы выстроены по уплотнению, поэтому первая франшиза – это маленькая плотность, это только, чтобы чуть-чуть уплотниться просто в своих ощущениях. Следующая франшиза вас уплотнит в пространстве, следующая франшиза вам даст вообще расширение на коллективное сознание. Знаете, как классно работать, когда ты понимаешь, что происходит не с одним человеком, а с коллективным сознанием. Зашли в компанию, и вы понимаете, вы сразу видите нейронопрограмму людей, какие эмоции, как они себя ведут, как в этом пространстве можно сейчас классно взаимодействовать, как можно с ними легко, свободно выражать себя и дать такую чувственную, безопасную зону, где людям, они не будут понимать, почему с вами классно. Не будут понимать, но они будут чувствовать. И этого будет достаточно. И так будем двигаться дальше. Женя, ты прям знаешь, я тебя слушаю и смотрю на Ольгу Лысенко. У меня у вас сердце чем-то переполняется, не могу понять чем. Оля, расскажи, почему ты плачешь, расскажи. Ну, все, пошли эмоции. Знаете, когда, блин, я не знаю, как это объяснить, запросы, я не знаю, но я получила здесь реально то, что я запрашиваю. То есть это честность раз, потому что я, правда, матку. У меня было очень много вопросов, очень много вопросов. И Женя сегодня правильно сказала, есть ситуации, когда ты, очень плохие ситуации, да. Но, блин, только благодаря компании, да, год назад я переработала эти ситуации. Но я поняла, что инората начала доставать из меня недоработанное что-то. Женя, я благодарю вас за эту авторскую систему. Почему? Потому что реально я легко ее перехожу. Сегодня буквально, опять же, да, творческое, да, творчество, да. Я и так-то не могу молчать, да. Вот я и так-то не могу молчать. А сейчас мне вообще поганой тряпкой, мне, наверное, не закрыть, потому что это правда. Это идет изнутри, это идет изнутри, ты хочешь, я не знаю, на улице каждого человека просто брать за руку. Блин, ты понимаешь, ты проходишь чего-то мимо. Научите меня как вот, вот как бы. Я понимаю, что мне чего-то не хватает, я понимаю, но это, я не знаю, как это, это наипрекраснейшее чувство, когда ты находишься в единении людей, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают, которые тебя не будут гнобить. И правильно сказали, которые не будут, а, бери больше, кидай дальше, потому что у меня предыдущий проект, он у меня именно так и закончился. И вот это единение, и правильно, вот этот вот коллектив, я просто, я просто представляю, там действительно будет не просто ракета, там вот, потому что вот коллективное сознание, оно нереально просто работает, а созидание, то, чем мы занимаемся, это бомба просто. А инсайтов сколько я, буквально, и видите, да, вот, я не знаю, кто может быть наблюдать, не наблюдать, не столь важно, но я вчера за два часа написала три поста, три, три поста. Да, и я слушала подкасты ваши с Женей, да, за что я вас очень благодарю, потому что у меня тоже на протяжении полугода была такая, ну, такое вот прям, не знаю, куда мне идти. По прошлому проекту у меня там, ну, мы по-честному разговариваем, поэтому по-честному я и буду говорить. Опустили ниже плинца, вот так вот, то есть если у меня был какой-то творческий порыв, все, он у меня закончился на корню. Я их благодарю, я их просто нереально благодарю, потому что смотрю со стороны, они мне дали возможность, как сказать, они открыли во мне возможность, позволили мне появиться чему-то новым, вот за это я им очень благодарна. И вот этот вот творческий, и вот порыв какой-то, да, который он у меня был, я сидела тоже где-то на протяжении полугода, я не знала, ну, вот в такой какой-то пустоте, да, вот есть же в пространстве пустота. Да, я понимаю, что вот системой Нарата и компания, блин, безмерно, правда, сколько, наверное, я, ну, вот я буду говорить, все равно больше благодарности говори, больше тебе обратно возвращаются. Вот, и вот вы как лучик света, вот, правда, появились. Спасибо Лене Зюхиной, потому что она мне дала волшебный пендель, вот на что ей нужен, наверное, вышестоящий спонсор, для того, чтобы она раздавала иногда. Спасибо, спасибо вам, спасибо Гале Платоновой за вот этот вот интенсив, потому что работать, работать в кайф, чтобы она тебе приносила, я сегодня делала домашнее задание, я его сделала, Женина сделала и Галина сделала. Я хочу, вот, понимаете, вы дали, вот, лично мне, лично мне вы дали надежду на то, что, блин, все будет вообще шокарботно. Браво! Ну, как-то вот так, и поэтому эмоции просто, вот, я сегодня делала домашнее задание, Женина, я потом видео засняла, я еще не знаю, как, вот, новые навыки, блин, новые навыки, новые нейронные связи. Работа с интернетом для меня, она вообще навьё, но я хочу этому учиться. И неважно, сколько вам лет, господи, там, хоть 50, хоть 80, неважно, когда мне сейчас говорят, времени нет, да чушь собачья, господи, есть время. Если у вас будет посыл, если вам это хочется, если у вас это идет изнутри, у вас будет и время, и возможности, и все остальное вы найдете. Я не буду, наверное, больше, а то меня сейчас Остапа пронесет сейчас, поэтому я, Женя, Лена, Женя, Галя, я вас благодарю. Сегодня Женя надела домашнее задание, блин, уревелась вообще, правда, вот, просто. Я думала, я такая мягкая, пушистая. Нет, оказывается, нет, оказывается, я манипулятор, оказывается, я чувство ответственности, вообще ответственность перекладывала на людей, но из-за этого, извините меня, я сидела в полной опе. Оля, Оля, браво, знаешь, почему? Потому что сегодня тебе об этом не Женя сказала, а не я, не Галя, а ты сама себе это ответила. Да, 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 да. Это очень круто. Вот так работает иноратор, ребята, я просто, это высшая награда, то, что сегодня я слышу. Вот реально, вот, Женя, скажи, что ты сейчас чувствуешь? Это реально, вот то, что мы добиваемся, чтобы каждый человек способен был ответить себе на все вопросы и увидеть себя со стороны, как это вообще происходило, когда ты был в замешательстве, в запутанном состоянии, да? А тут раз, раз, путался, все увидел, все понял. И знаете, что такое важное, это, мне не стыдно, мне не стыдно в этом признаться. Мне на самом деле, да мне наплевать вообще, что думают обо мне люди, честно. А раньше я, да где раньше-то, вот буквально, наверное, вот, вот, совсем, неделю. Я неделю, ребят, я не честно признаюсь, я неделю прохожу обучение, неделю. Что будет через еще-то неделю? Я сейчас, Олечка, благодарю, благодарю и прямо добавлю два таких очень важных пункта. Смотрите, по поводу слез, когда люди плачут, для чего это и почему? Это такой потрясающий инструмент проплакаться, вообще слезы. Слезы дают возможность очень быстро прийти в состояние баланса. Это с детства нам дается, это нам с рождения дается, чтобы быстро мы сбалансировались. Когда люди говорят, что я уже столько лет не плакал, для меня это вот... До ночи. Динамика такая хорошая, что где-то так прорвет, так накроет. Либо через тело, заболеет тело, либо человек уйдет в депрессию, рыдать будет, не знаю, там, ничего не будет радовать. Поэтому, если момент до слез, классно, порадуйтесь моментом, вам слезы помогают быстро привести в баланс, потому что информация пришла, эмоциональная история перестраивается, тело не успеет, и нужно привести в баланс вот эту историю. Почему дети плачут, да, допустим, вроде все хорошо, там стукнули, он как разревелся, нужно было от эмоций, от эмоций, от того, чтобы перед этим нарадовался, или там чего-то сильно долго-долго ждал, его вот это в слезы, по поводу слез. Поэтому плачьте и здоровьем, ли вы балансируйтесь, расширяйтесь, уплотняйтесь и идите дальше. По поводу вот этой вот внутренней честности, да, внутри абсолютно безопасно и легко. Смотрите, вот это чувство стыда, знаете, сколько часто я слышу эту фразу «стыдно», «стыдно». Стыд порождает страх, это производная страха. Мы обязательно наберемся во второй франшизе, в третьей франшизе, глубоко будет разбираться именно и на сопровождении, и отдельно практикумах, как из этой нейронной программы выходить, прямо пошаговая инструкция, и состояние жертвы в свободную личность, и состояние, что обо мне подумает, чувство вины, вот эти вот беспокойства, чувство стыда, вообще, чувство стыда, давайте я вам просто практику быстрый, короткий сейчас сделаю полезный, да, чувство стыда не существует, услышьте меня, нет его. С чувством стыда не рождается ни один ребенок, нет этого эмоций, нет ее. Она приобретена, она забита. Вспомните историю, родился ребенок, что происходит, родители на него смотрят, им восхищается, что бы он ни сделал. Покакал красиво, супер, поел красиво, кому-то каша, нос залепил, супер просто ребенок, ну согласитесь, да, и мы восхищаемся, как он это, а как он ответил, а как он сказал, и может быть это было дерзко, а может быть прямо сматерился, и мы говорим, блин, смотри, мужик растет, ну согласитесь, да, то есть в этот момент ребенок себя проявляет, и мы его воспринимаем, что бы он ни сделал, никакого чувства стыда ни у родителей, ни у ребенка. Потом бац, и понеслась. А надо так, а надо так, чтобы мы гордились тобой дальше, а чтобы гордились, ты не должен быть такой вот свободный, не-не-не, надо потому что у кого, и пошли контуры. Просто услышьте, чувство стыда не существует, его нет. Чувство стыда говорит только об одном, у меня нет возможности, у меня нет опыта быть самим собой, я себе запретила быть самой собой. Вот и теперь живете с этой историей. Браво, Женя. Мы будем ее потом прорабатывать. Браво, Женя, браво, браво. Я, знаешь, я чувствую, что все-таки энергии невероятны у вас на этом пати творятся, я просто, я не знаю, что я сейчас ощущаю, вот просто в этом пространстве, хоть и онлайн, оно же единое, квантовое, мы же понимаем, как все это работает. И самое интересное, что вот из всей этой истории, мне хочется вот с этими же людьми, вот с этими 40 людьми, да, которые вот прямо сейчас с нами, да, вот первые три недели, с ними уже пообщаться через полгода. Я понимаю, что будет там за разговоры, понимаете? Я просто, я с тобой-то когда разговариваю наедине, кто бы нас подслушивал бы, знаешь, но пока еще рановато такие вещи подслушивать не поймут, просто, ну как бы, что такое, это вообще что-то нереальное. А на самом деле там такие вещи раскрываются, ребята, вот я всем желаю, чтобы вы просто, знаете, намерением вперед прошли, своим намерением. И знаете, что я хочу добавить к чему-то всему этому? Что запомните тоже, как Женя говорит, нету чувства вины, нету этого, запомните. А я скажу дополнение, что успех, вот такую же убедительную фразу, что успех – это есть ценность, своя ценность. Вот запишите на всю жизнь, запомните, что успех складывается из своей ценности, когда вы ее ощущаете. Если вы ее не ощущаете, успех не может быть на вашем горизонте, просто не может быть. И когда вы будете ориентироваться на эту фразу, на это убеждение, что ага, я хочу успеха, подожди, ага, я же так, а я себя вообще не ценю, не люблю. Я недавно посмотрела Лысенко, Ольга, на Zoom у Гарри Платоновой, на бизнес-интенсиве. Она открыла свою правду, и в этом все зерно находится. Зерно находилось, что она себя не ценила, ее общество унизило, а она ушла на землю, вообще расточки не могут даже пойти к солнышку. Какой может быть здесь успех, друзья? Я благодарю, Ольга, тебя за эту правду, которую мы сегодня можем спокойно транслировать. И запомните, чем вы будете вот так вот открытыми в нашем пространстве, тем больше вы свободите хлама ненужного. И мне, знаете, еще что нравится? Мне нравится здесь, что... Ну, честность — это да, я благодарю вас за это. А еще что из-за честности всех остальных. Понимаете, мне не стыдно признаться, да? И мало того, я уже Лене говорила, будем делать, я готова делиться этой информацией, потому что я через это прошла, и я знаю, что есть очень много людей, которым бы мой опыт и опыт всех нас, он может помочь. Вот в чем дело. Потому что срезонировала вот даже на бизнес-интрансиве, какие-то истории рассказывают люди, да? Ну, блин, а ты сидишь и думаешь, так, а у тебя-то вот тоже так же, а ты-то вот так же. Я никогда не думала, Саша, благодарю, что я открылась таким, я никогда не думала, что люди обо мне думают, что я, блин, такая вообще крутая, все знающая. Вот для меня, для меня это было открытие. Крутие. Вообще-то я никогда не думала, какая я знающая, вы о чем вообще? Это как люди, это получается, я, понимаете, опять же, инсайд, мой же был, это получается, я вроде бы такая вся положительно заряженная, да, вот как бы я считаю, но получается, я одеваю маски, я одела маску и пошла вот крутизну свою направо и налево ее раздавать, не зная, не зная вообще ничего. Поэтому я готова учиться, я готова научить меня. Я вот вообще иду дальше. Дорогая моя, я тебя обнимаю. Я тебя благодарю за твою искренность. Сегодня такой вечер наш, и слезы твои, и вот эта откровенная речь. Она, знаете... Я реально, Лена, я реально искала, понимаете? Я правда, я делала запрос, правда. Очень много вот таких, я понимаю, мир меняется. Еще из-за того, что чувствительная природа у меня тоже, я теперь знаю, как правильно говорить, чувствительная природа у меня тоже очень такая, да, и мир-то меняет, а вот как, что, куда, как? Куда открыться-то? И слава богу, что мы появились, да слава богу, что вы сделали такую вот компанию, знаю авторскую программу, шикардосная опроса. Теперь ведь очень много спящих людей, блин, реально очень много спящих людей, у которых такие же точно опросы, как у нас. Вот, все, там сейчас опять понесет. Молодец, благодарите, Ольга, молодец, классно. Я вас тоже благодарю. Ты сегодня ноги подсветила на самом деле. Вот поставьте пальчик вверх, да, кто сегодня резонирует на Ольгиной волне, вот скажем так, видишь, сколько людей стало. Ребят, я очень рада, я тоже резонирую вместе с вами, если мой опыт реально поможет кому-то другим, я готова работать 24 часа в удовольствие. Все, аллилуйя, это случилось. Ну что, я хочу сказать, вот в продолжении, да, мы сейчас как бы еще не заканчиваем, у нас время еще есть, я вижу, что у нас есть еще люди, которые хотят поделиться своими впечатлениями, да, об услышанном, обо то, что мы узнали, и может быть даже какие-то пожелания, комментарии выставить. Ребят, вот давайте мы, опять же, напомню, мы всегда будем напоминать, мы вводим традиции быть собой, не обсуждать, претензии не определять, а просто говорить о своих чувствах. Мы берем ответственность за свои чувства, а не за другие. Это очень крутой навык. И за свои мы говорим смело, что реально сегодня с нами происходит, что мне сегодня по кайфу, что непонятно. Вот все, что вы будете говорить, это же будет отражаться на нашем движении, потому что мы будем знать, где еще соломинку подстелить, да, кому еще нужна помощь, а кого нужно дальше протащить, понимаете, потому что человек уже вырос. Пнуть ему по задницу так, чтобы он уже пролетел быстрее вперед, если почувствую. Мы такое можем тоже сделать, я просто обещаю вам, я на все способна в такой ситуации. Так что давайте берите микрофон, пока у нас время есть, ваша сцена ваша, дорогие мои, привыкайте. Оффлайн скоро у нас тоже встречи будут, и гарантин он не вечный, говорят с Нового года, все, все будет открыто, как обычно. Поэтому будем планировать наши мероприятия масштабные, вы будете на сцене стоять, дорогие, репетируйте. Можно сказать? Да. Светик, привет, дорогая. Привет, мои дорогие, мои любимые, драгоценные, обожаемые. Я сейчас хочу прям присоединиться Колечки, которая сейчас у нас выступала, Лысенко. Оль, я тоже сидела и плакала, когда говорила Женя. Потихонечку подтирала слезки. Я даже, честно говоря, сидела и стеснялась. Думаю, что реву-то сижу? Ну, как-то, думаю, камеру включила и реву. Внутренний вот этот какой-то зажим, да, что тебя видишь, что ты плачешь. И потом, когда я услышала, что ты тоже тебя там видишь, что ты плачешь, я думаю, господи, я одна такая, то знаете, как в этом служебном романе что одной плакать, как алкоголику одному пить, да. Вот я как бы нашла себе компаньона по слезам, не одна плакала. На самом деле, да, вот я сейчас понимаю то, что и с людьми, да, когда я со своей командой работаю, объясняю, что давайте писать посты именно через свою чувственную природу, давайте говорить именно... Не научите меня, как писать, а говорите прямо сердцем, говорите прямо душой, говорите прямо, как чувствуете. И вообще пофиг, что вы говорите. Просто говорите то, что чувствуете, и все. Что-то новое изучили, прочитали, приняли, пропустили через себя. Даже наш шикарный, нашу шикарную инфатору прослушали от Лены Кононовой. Я вообще уже каждый день просто слушаю по несколько раз, и мне очень нравится. Некоторые прям самые любименькие есть у меня такие инсайтики. Вот, я понимаю, что это вот эта вот искренность, насколько человек вроде бы, да, человек творческий, пишущий стихи, да, прозу. Вроде бы искренний человек, да, вроде бы вот так. И насколько там все равно внутри сидит, даже у таких людей, да, что ты все равно боишься своих чувств. Вроде бы ты в каком-то потоке высказал, а потом раз, и опять в ракушку закрылся. Вот именно сейчас я понимаю, что вот через наши потоки, через наше вот это общее состояние, вот именно это уплотнение происходит. Я прям чувствую это уплотнение. Я слышу это от своих партнеров, которые говорят, я чувствую, я уплотняюсь, я уплотняюсь. А для нас же это новые слова. Мы же раньше так не говорили. Мы же вообще про чувства раньше не говорили. Вот это все, это совсем все по-новому. И это так прекрасно, это прям так вот, это даже прекрасно в том, через что мы сейчас проходим, через какие-то переживания новые. То есть вот через все это глубже, 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 глубже. И сижу, и заплакала сегодня. И просто знаете, почему заплакала? Когда говорила Женя, я просто заплакала, потому что думала, господи, как же хорошо, что я здесь. Вот просто. И такая внутренняя благодарность вот всему на свете, людям, миру, себе, то, что я здесь оказалась, и у меня есть эта возможность вот прямо сегодня, в самом начале нашего огромного путешествия Джиэль Турсистов, просто быть, и вот принимать в этом участие и меняться. Большая благодарность огромная. Благопринимаем, дорогая. Не буду стесняться плакать. Будьте такими, какие есть. Ну, все естественно для нас. Я очень счастлива, что вы можете проявлять так себя. И я тоже, знаете, ведь как бы в этом плане... Вы, наверное, заметите, какая есть, такая есть везде. А кто, особенно бывает на своем тренингах, я там вообще могу рыдать, там, как, не знаю, как белуга бывает порой. Ну, бывает такое, нормально. Кто-то, да, хотела сказать, Живачевская с Людмилой включала, да, какую-то связь. Я вроде бы перебила, нет? Ну, нет так, нет. У кого есть желание? Я вижу Гульмиру. Гулечка, привет! Солнышко, я тебя сто лет не видела. Привет, Катей. Привет, дорогая, как я тебя рада видеть. Рассказывай, как ты? Можно свои миллион копеек ставить? Давай, миллиард! Давай, давай, Казахстан! Всем добрый вечер, рада всех видеть. Сегодня, честно говоря, впервые зашла на такую тусу, и сейчас четко осознаю и понимаю, что, ну, по-русски говоря, до хрена пропустила. Да-да-да-да-да. Круто, вот в ближайшее время планирую присоединиться. Я сейчас переехала в город Алматы, поменяла место локации, восстанавливаюсь потихонечку, и из того, что было выше сказано, все вот эти откровения, что-то, что-то, прям, знаете, очень сильно откликается. Действительно, как бы, что в первой площадке, что сейчас, я тоже пока в качестве наблюдателя, но понимаю, что есть здесь такое зерно, которое, которое вот мне нужно посадить у себя в себе, взрастить его и двигаться дальше. Поэтому я очень благодарна, что вы есть, вы дальше продолжаете двигаться. Как всегда, шикарно выглядите, зажигаете, рада всех видеть. Смотрю и Света тут, и Жанна Ргуль, и все-все-все. Ну, теперь уже, привет, звезда моя, звездочка моя. Очень рада, я искренне говорю, очень рада, что ты появилась у нас сегодня на эфире, очень рада. Я понимаю, почему ты сегодня провалилась в этом пространстве. Знаешь, так нужно было, знаешь, все, 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 все замечательно. все необходимое. Ольга Лысенко, отдельно благодарю за такие откровения. Она когда говорила, у нее было такое ощущение, да, что она говорит обо мне. Это вообще было круто, и если честно, тоже у самой свединки так на глазах навернулись, думаю, вроде как, ну, мы, мы не, мы не те, кто мы есть, мы, мы говорят же, надо, надо не казаться, надо быть. Да? Вот. У меня вот такой инсайт провалился, я думаю, в большинстве случаев мы кажемся, а не то, что мы из себя представляем, вот сегодня вечером монетка такая провалилась, и думаю, надо работать над этим. Женя с вами лично еще не знакомилась, в инстаграме эфир как-то так обломился у нас, и после этого что-то закрутилось, завертелось, так что, ну, не судьба была видна. Ну, думаю, все впереди, мы еще наверстаем упущенное, и не раз увидимся, так что всем искренняя благодарность. Гулечка, я микрофончик выключу, но я с вами. Мы тебя ждем, как говорится, с твоими инсайтами, давай проходи программу, присоединяйся к нам, знаешь, как в скорости, потому что ты имеешь великий потенциал, Гуля, я же тебя знаю, лично, я же была в Казахстане, я же тебя обнимала, помню. Благодарю, помню ваши обнимашки, до сих пор чувствую их тепло, и хотелось бы еще раз в синергии с вами соединиться, скажем так. Обязательно будет в ближайшее время, друзья, я вообще в этом не сомневаюсь, просто хорошие новости на следующий год, просто уже сейчас сидим, планируем целый год, 21-й уже, если честно, год подходит к концу, и поэтому уже планируем целый год, вот. И мы понимаем, что сегодня мы для вас приготовили на встречах оффлайн, это вообще будет бомба настоящая. Я не знаю, какие вы оттуда будете уезжать, приезжать и делать свои дела, я не знаю, вы будете просто магнитом, теперь я понимаю, откуда слово магнит берется. Знаете, когда я изучала на разных тренингах эти магнитные все истории, как быть магнитом, все было около и примерно, а я теперь точно знаю, что такое магнит, понимаете? Когда вот это состояние нерушимое внутри, когда оно нерыхлое, когда оно плотное, как Женя сегодня нас правильно приучила, когда мы в уплотненном таком состоянии и разрастаемся, 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 мы от маленькой плотной точечки мы идем куда? На расширение в этой же плотности. Прикиньте, какие могут быть чудеса в вашей жизни? Они оттуда, дорогие мои, оттуда. И это реальность. Остальное все иллюзия. Потому что мы в иллюзии утопли уже. И мы поэтому потерялись в этой жизни. Поэтому мы себя уже не чувствуем. Поэтому, ну что, у нас еще время есть. Буквально там 10 минут и я думаю, что наша пати и вечеринка заканчивается. Как бы, как говорится, встречи наши будут продолжаться, но сегодня суббота у каждого все свои дела, мне тоже свои планы. Но я думаю, 10 минут еще можем уделить друг другу. Какие есть еще впечатления? Галя Платонова я здесь вижу в машине едет. Ты, Галь, что-нибудь можешь сказать? Привет, привет. Привет, привет. Слышно? Да, говори, слышно. Отлично слышно. Говори. На самом деле, рада, что удалось сегодня подключиться к нашему пати. Я, честно говоря, сейчас стяжу, так листаю, смотрю, кто присутствует, и уже настолько все такие уже родные лица, уплотненные. Знаете, уже тут свой язык. Многие заходят, говорят, что вы вообще говорите? Какие там уплотнения вообще? Что там за инсайд? Вообще, на каком языке разговариваете? На какой планете живете? То есть, знаете, вот уже на самом деле уже свой мир, да, такой уже уплотняется, такой складывается. И действительно видно, как люди реально меняются, да, то есть раскрываются, открываются. То есть это на самом деле очень дорогого стоит. И главное, что, ну, каждый от этого начинает кайфовать, да, потому что убираются эти маски. Вот тоже у нас сейчас проходит бизнес интенсив. Пользуясь случаем, напоминаю, кто не сдаст домашку, в понедельник не пущу. Готовьтесь. Кто уже сделал, пишите уже в личку. Вот. Поэтому только через внутреннюю работу, только через личную трансформацию, да, то есть через личные действия могут происходить вот эти все, ну, как бы, изменения. Если бы просто открыли модуль и пришли, послушали, но ничего не сделали, долгий путь будет на самом деле ко всем изменениям. Поэтому что время терять? Узнали информацию, сразу ее применяйте. Вот такой вот хороший совет. и откладывайте на потом. Жить надо сейчас. Да, жить надо сейчас, да. Галь, благодарю тебя, что вышла на связь. Очень вовремя, очень в тему. Хорошей вам дороги. Так, ну что, у кого еще есть, как бы, свои пять копеек, да, или пять миллионов, как у Гульмиры? Лена, можно буквально два слова? Да, давай, дорогая. Да, сегодня просто я вот, когда слушала всех наших, уже своих родных спикеров, да, я вспомнила, мне уже начинают поступать звонки, но не о тех людей, просто, ну, мне передают информацию, там, оказывается, в чате у нас многие сидят, наблюдают. Я понимаю, конечно, что некоторые еще не открыли модули, и оказывается, говорят такие вещи, что вот, что там Жанна-Ргуль происходит вообще, почему она такие вещи пишет вообще, что она там делает, это что за инфатора, инеррация? Просто реально, на самом деле, вначале у меня тоже такое вот состояние было, у меня какое-то сопротивление было, спазмы были, но реально, когда я уже начала вот это все открывать, вникать, я еще писала, мне нужно разобраться, и я когда вот это разобралась, на самом деле, вот Галина правильно говорит, у нас сейчас иная планета, у нас другая планета, у нас есть другие люди, мы разговариваем по-другому, мы мыслим уже по-другому, у нас все по-другому, и мы всегда друг друга, когда вот в инстаграме пишем комментарии под постами, мы всегда вот, многие у нас пишут, что с нами интересно будет через год, я даже вот боюсь, не то что боюсь, мне просто интересно представить, как мы вообще будем выглядеть, как мы будем мыслить, и как мы будем жить, и когда сегодня вот один наш партнер позвонил мне и сказал, что Жанна-Ргуль, я не могу понять, вот первая система Тора была такой, да, а вторая система такая, я хочу сказать, но я просто, я таким людям говорю, просто, пожалуйста, открой модуль, пожалуйста, открывайте модули, разберитесь, потом вы поймете, откуда идут вот эти инсайты, откуда все, и реально, на самом деле, оказывается, мы, все есть продолжение, нас, все в наших руках, пусть это банально звучит, но на самом деле, мы есть авторы своей жизни, мы сейчас, вот все люди, которые сейчас вот плотно работают, три недели с Энарата, они реально сейчас строят свою жизнь по-новому, и как вот Гума говорила, раньше мы были тоже на таких проектах, когда были экологичные вот такие действия, не быть, оказаться, там еще какие-то моменты, это все копилось, 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 и в какой-то момент уже вот это вот бац, вот этот взрыв пошел, и сама не понимаешь, что с тобой происходит, никто теперь не поможет, ни гуру, ни мастер, ни ведонумеролог, ни астролог, там еще кто-то, нужно было разобраться в себе, но мы не знали, как вот это все делать, мы реально не знали, а вот когда Галина Ивановна нам задает такие вопросы, и сидишь ты и думаешь, боже мой, а как ответить на этот вопрос, потому что мы никогда эти вопросы в себе в жизни не задавали, а тут Женя Руч нам задает такие вопросы, Галя задает, Лена задает, и когда ты начинаешь отвечать, ты понимаешь, что человек это и есть, я еще прошлый раз писала в своем инсайте, в чате, человек это и есть священная книга, вы можете себе представить, вот Бог же говорит, что он создал человека по образу, подобию себя, оказывается, мы и есть вот эта книга священная, просто мы должны вот эту книгу открыть, начать вот эти читать себя, а как это открыть, вот в помощи вам иннората, иннората вот просто помогает, раньше, да, я сейчас просто заканчиваю, по скриптам скажу, я раньше была таким человеком, я фанатела, когда мне еще люди подходили, говорили раньше до этого, Жанна Ругуль, ты фанатейша от этого, ты фанатейша от этого, я это не признавала, когда я начала работать, с иннората, я поняла, что реально, оказывается, я была фанаткой, сейчас я не фанатею ни от Жени Роч, я не фанатею от Элены, я не фанатею от Галины, я ни от кого не фанатею, я фанатею от себя, потому что я сейчас, наконец-то, вот это у меня вот, знаете, вот этот выкол пошел, я включилась, то есть соединилась со своим источником, с Богом, и мы сейчас в сотворчестве с ним творим, я прям, я у меня такие вот цели, я не знаю, я реально буду самой богатой девушкой на планете Земля, я реально буду творить, я еще в прошлый раз писала, у меня такой мощный адзик, это идея, которая завтра весь мир услышит, а нас обо мне, короче, ребята, все срочно вынарата. Я тебя обожаю, я просто, Жену Легулечек, это вообще чудесно, ты становишься, прям чудесно я, ты расплываешься, растекаешься, ты комфортная такая вообще, обалдею просто сама. Знаете, я сейчас что-то хотела сказать и забыла, прям, знаешь, я тебя заслушалась, прям такую важную штуку хотела дополнить, блин, вообще, забыла. Ладно, что вспомню, скажу, а по поводу всего, что сейчас мы все слышим, да, это же заполнение, да, пространство, нас, друг друга. Смотрите, не забывайте, вот о чем, смотрите, вот о чем вспомнила. Пожалуйста, запомните одну фразу на всю жизнь в нашем пространстве. Наша информация это не фоновая музыка. Вот просто, просто услышьте меня, я просто знаю несколько партнеров, которые мне признались, что пока я мыла посуду, я слушала вас, слушала ролики, какого хрена это вообще открыла эту ценнейшую информацию под посуду, под шум посуды, под шум, скажите, воды. Там надо каждое слово слушать. Вы меня поймите, я сейчас вам пинок такой серьезный дам. Не обижайтесь на меня, но у меня искренне от души. Это не фоновая информация, не фоновая музыка. Она вас сегодня приведет к удивительным своим результатам. Мы для вас старались. Понимаете? И для нас сегодня это целая жизнь, которая будет разворачиваться, для нас же удивительно, понимаете, в чем фишка. Нам интересно здесь. И мы ценим то, что мы создали сейчас. Всю платформу ценим. Для нас это ценный материал, ценный продукт. Для нас это не фука, какая-то за 5 минут сделана. Это неправда, как вы думаете. Только мы знаем, наша команда знает, сколько всего здесь пережито, пока это все создавалось. Поэтому цените то, что мы даем. Для нас это прямо ценно. И пусть для вас это будет так же. Я хочу на таких вибрациях как бы так подойти к концу. Сейчас дам волшебное слово Жене Родж. И все, друзья, до следующей встречи. Удивительный сегодня был зум на шпате. Трогательный, глубокий. Я когда сейчас слушала Жен Рогуль, у меня видение же, объемное очень сразу в энергопотоке. Что я сейчас услышала? Жен Рогуль сейчас блестяще продемонстрировала масштабность. Да. Вот услышите, масштабность. Это когда ты емкий, ты цельный, и ты понимаешь, что с тобой происходит, что ты будешь дальше делать. Это так, удают такую волну в масштаб. Вот просто уловите сейчас. Лена, сегодня, Оля, Оля говорила сегодня, перескакивая, девочки, мне с ней в чат писали. Оля с глубиной, с какой сегодня, да, с вот этой надрывной честностью с такой. Светлана, когда присоединилась в слезах, да, как бы со стороны, но вот это творческое пространство, Светочка, откройся, откройся, по максимуму, Светлана, Светлана, тебе говорю сейчас, прямо, откройся прямо вот на всю катушку. Все, кто сейчас слушает. Александр хотел сказать, мне интересно за ним наблюдать, когда он говорит. Связь немножко не включалась. Что я хочу резюмировать? Смотрите, есть, еще раз зафиксирую, по ценности и по безопасности этого пространства. Очень много компаний, где вас приглашают и говорят, вы здесь станете богатые, мы вас тут сделаем, мы тут научим, вы тут будете прямо вот супер-пупер ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Система инората. Это, а вспомните фразу, это все про вас, для вас и с вами. Схватитесь за эту фразу, схватитесь за нее прямо вот здесь, для себя прямо вот сказать, что я до сих пор это не прочувствовал, что здесь для меня, со мной и про меня. Если вы это не почувствовали, вы будете фоном слушать, модули, аудиоподкасты, инсайты, а это знаете, о чем говорит? Это вы так относитесь к себе. Это ваше отношение к себе. Вот я вас сегодня простыд оставила, да, живите с этим, да, и сейчас вот с этим я вас тоже хочу оставить. А вот теперь живите с этой информацией. Все, что вы сейчас делаете, фоном, слушаете, бегаете туда-сюда, ну это, ну тут подсмотрю, ну тут подсмотрю, это вы так относитесь к себе. Все, что заложено в модульной программе, во всех франшизах, во второе, в третье, в четвертое, там мощь, это сознание совершенно высочайшего порядка, высочайшего порядка, где ваша речь будет другая, потому что вы будете, вы не сможете по-другому, вы просто не сможете. Если вы действительно намерены в этом состоянии пройти этот опыт, создать в этом пространстве вот такую мощную волну, где будут люди к вам приходить, партнеры с ощущением, с желанием, с запросом, я хочу почувствовать себя, я хочу жить по-настоящему, я хочу жить мощно, я хочу жить масштабно, а не так, как кто-то. Классно, так вам в этом нужно прорасти, а чтобы в этом прорасти, нужно здесь и сейчас развернуться к первому модулю, не знаю, ко второму модулю, к третьему, к одной информации, к следующей, к зуму, прийти, знаете, как вот в себя войти, не на зум прийти послушать, а в себя войти и в этом зуме себя сидеть, слышать и прокачивать и чувствовать, и вот с этим жить дальше, вот тогда вы, вот это, оно прорастет, вот это такая плотность, которая по умолчанию, она мощнейшая станет, и вы будете говорить по-другому, вы будете ощущать, у вас глаза будут по-другому смотреть, вы будете считывать информацию мгновенно, когда вы будете общаться с людьми, и люди не будут понимать, как вы их распаковываете, расщелкиваете на раз, это и есть чувство знания. Вся модульная программа, вложен то, что Лена говорит, вы даже не представляете, даже маленькая вот история, сколько прожито, выстрадано, прожито на жизненной истории и вложено в каждый модуль, в каждой истории, не просто там сидели и что-то записали, а к этой записи так шли, так шли, так шли, чтобы записать этот ауди в потоке, вы же видите, там не по сценарию, там, ну вы же слышите, какая там история, модули все написаны, не по сценарию, а от потока, от сердца, потому что здесь про вас, про себя, про нас, про все вместе. Поэтому, если хочется слушать фоном, это значит, вы фоном относитесь к себе. Вот на завершение вам. И до встречи в следующем Zoom. Подожди, подожди, дорогая. Женечка, смотри, очень классно. Благодарите за связь. Я сама прямо сейчас мурашками покрылась. Подтверждение такое, подсветка такая классная. Смотрите, сегодня была у нас на связи Любовь Комарова, которую сегодня я вначале приветствовала, Таня Абиной. Она сегодня новичок. Она пишет, благодарна всем за искренность, а Таня Абиной еще и за приглашение. Таня, а как ты пригласила эту женщину сюда, ты можешь признаться? И можно еще Любовь Комаровой дать слово буквально одну секунду, как-то можешь? Хоть пять минут, просто очень интересно, что сегодня тебе понравилось и вообще, как вот здесь, как новичку, что здесь было удивительного, что было здесь такого, что прямо благодарность такая пошла в обе стороны. Таня, скажи, как пригласила ты ее сюда? Чтобы был навык такой у всех новый, чтобы все приглашали на наши пати, все. Чтобы в следующий раз в субботу было не 35, а 135 людей, понимаете, минимум. Поняли, в чем фишка? Вот, Танечка, ты здесь еще? Да, да, я здесь. Давай, Ранечка. Очень удивительная история у нас с Любовью Комаровой. Для меня она всегда Любовь Федоровна, потому что это мной уважаемый человек с 2003 года. Она была мой учитель в компании наземной. Вот это мой спонсор высшестоящий во много-много поколений. Я у нее там внизу в глубине. И просто у нас вот очень теплые отношения, они у нас вот такие всю жизнь. Вот на взаимном уважении, признании. И мы просто общаемся. И вот я в потоке в таком, я поделилась с ней этой информацией. Любовь Федоровна, посмотрите, пожалуйста. Я понимаю, что вы, говорю, тоже интересуетесь саморазвитием, потому что я знаю, что Любовь, она очень много тоже читает книг, очень много имеет знаний. И я говорю, возможно, вам это тоже будет резонировать, как и мне. И вот Любовь Федоровна здесь, пожалуйста. Я тебя благодарю, Танечка. А Любовь Федоровна, можно вас слышать? Прям вот очень интересно, правда. Ну, я не знаю, меня уже слышно. Вас слышно, говорите, здравствуйте. Ну, я не знаю, что сказать. Я просто в восторге от всех вас. Я уже вас люблю, хотя еще не я ваш, я еще не партнер. Я просто жду там определенную дату, чтобы взять деньги в банки. Короче, в общем, Танечке благодарна очень. Она мне много про это рассказывала, но всякие ситуации складывались. Родителей хоронила, внучку замуж выдавала. То есть, постоянно какие-то, ну, такие моменты, которые я не могла вот от себя откинуть. И все, я все собиралась, 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 собиралась. Я, ну, действительно, мне все это нравится. Я уже как бы давно про вас знаю, но уже настал момент, что сентябрь, это для меня уже будет такой месяц, когда я точно к вам приду. Я точно знаю, что мне нужны ваши знания, чтобы улучшить то, что нужно улучшить. Я, в принципе, здоровый и счастливый человек, хотя я в 47 не знала, когда жить до 50. А сегодня, 23 года, я живу без всяких проблем особенных, но есть проблемы с финансами, там, допустим, вот я хочу их поправить, но за счет того, что я буду улучшать свои знания. Вот и все. Спасибо вам большое, что вы есть. Любовь Федоровна, благодарю вас за такую спонтанную, как бы, речь, да, неподготовленную. Вообще супер! Это прямо для нас было всех ценно. Вот дайте пальчик вверх, что это было не только для меня, как за основателя и, да, вот, соавторов, а вот для вас, как партнеров, как сегодня, по идее, должны приглашаться люди в наш проект. Через свою эмоцию, в следующую субботу мы вас ждем с вашими новыми партнерами, которым сегодня тоже надо решить задачи финансовые, в отношении, здоровье, да разных, очень много задач житейских. Мы же, мы сегодня о жизни, друзья. И приглашайте сегодня найти пати, чтобы с нами познакомиться в прекрасной обстановке, провести субботний вечер. Ну, на этом. Не знаю, как насчет новых партнеров в субботу, потому что я хочу сделать так, чтобы, ну, сделать этот ваш срок, там, 14 дней. У меня сейчас и дочка младшая, и внучка с мужем, мы после свадьбы уехали в путешествие вчера, проводила только вчера. А Таня буквально меня, как она меня пригласила, она позвонила мне, говорит, Таня, я вообще вот из ванны вышла, вот к звонку к телефонному. Она говорит, ну, вы камеру можете не включать, можете просто сидеть, послушать, послушайте, что такое пати. Вот я послушала, мне очень понравилось. Я услышала вещи, которых я не знала. Вот среди всего, всех эмоций, я себе прям конспект на две страницы написала из того, что вы говорили. И я нашла те фразы, которые я слышала в первый раз. Спасибо. Это ценно, это ценно для нас, Любовь Федоровна, благодарим вас. Давайте, включайтесь в нашу команду, и будем дальше вместе с вашим... Да, после 19-го числа я с вами. Все, супер, ждем, ждем, ждем команды растущие, ждем, друзья. Прикиньте, какая энергия коллективная будет. Представьте, что будет с нами на таких вибрациях, что происходить, понимаете, ни один, ни два, ни сорок, четыреста, потом четыре тысячи, потом сорок тысяч, потом четыреста тысяч. Это реально. Давайте сделаем такой круг осознанных людей, которые будут богаты духовно и материально. Это вам сегодня, знаете, все вам благодарит, вам наша платформа. Мы сегодня об этом, с этими возможностями, я вас всех поздравляю. Ну, всем хорошего вечера, субботнего, завтра, выходной. Отдыхайте, наполняйтесь, понедельник ждем вас на наше прекрасное, кстати, всех новичков. Обязательно приглашайте на нейросессию к Жене Рочь у нас на канале Инстаграм, официальном канале нашей компании. Обязательно, это спонтанная встреча, удивительная, когда мастерски показывает Жене Рочь, как работает сегодня технология инерата, не зная ни одной истории, с которой она сегодня буквально столкнется лоб об лоб и впервые у жизни узнает какую-то там задачу, которую надо прямо в онлайне порешать. Это очень интересно. Это прямо как в виде шоу происходит, но через которое каждый из нас, опять же, что выносит какой-то новый опыт, видит себя каким-то образом через зеркало этой интересной истории и, соответственно, что начинает какие-то свои задачи уже понимать, как решать. Это очень ценные встречи. Каждый понедельник для вас мы работаем в понедельник в 10 утра. Поэтому всегда людям говорите об этой ценности через себя, как Таня Абина рассказала Любовь Федоровна Комаровой, что у нее сегодня какие-то впечатления, это такой резонанс вызывает. Не бойтесь своих эмоций. Все же круто. Вы все полны потенциалом, вообще удивительным. Используйте его в полной программе. Ну все, дорогие, я не знаю, как спать будете, но я сейчас пошла на пробежку, у меня еще целый час будет тренировка. Я готова сейчас эту энергию, и так будет, да, куда-то вместить ее мне надо срочно. Вот, поэтому обнимаю всех. До понедельника смотрите за нашими анонсами. В чате можете эмоциями меняться, скриншоты делать, квесты писать. Не молчите. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok